Ребята, всем привет! Сегодня у нас в обзоре просто очень крутая тачка, которая в России продавалась просто бешенными объемами. Это Локомотив продаст GM. И мне кажется, вот реально в регионах вообще все мечтают о такой тачке, серьезно. И действительно, она большая, она здоровая, она среди всех своих конкурентов в C-классе чуть ли не самая большая по колесной базе, чуть ли не самая большая по салону. При этом, вроде бы как GM, вроде бы как Американец, вроде бы как крутой бренд и вроде бы все должно быть круто. Но, ребята, есть такая наука маркетинг. Уже вот какое видео, я начинаю с этих слов. И вот это вот, это вот просто самый гениальный пример того, как вам продают то, что фактически не является тем, что вам заявляют. Смотрите, я объясню. Вот когда создавался этот автомобиль, что в GM происходило? У них был бюджет на создание этой тачки. И они думали, так, ребята, что сделаем, что сделаем, что сделаем? Давайте возьмем Астру, запихаем туда что-нибудь от Лачетти. Она же Deo Nubira, да? То есть Астра это немецкое подразделение, Nubira это корейское подразделение. Все это дело смешаем, технически что-нибудь нормальное получится. Все бабло бухнем в дизайн, чтобы это дело продавалось и будем впаривать. И плюс еще пустим рекламные компании по типу, вот как с трансформерами у GM очень большая первая компания была, когда они Авио продавали, когда они Круз продавали, когда вот Камара продавалась, ни в том все. Пихнем такие рекламные компании и народ схавает. И народ схавает. Это реально локомотив продаст GM. И серьезно, дизайнеры добили своего, да? Вот эта вот массивная морда, вот этот низкий бампер, такие вот линии кузова, он реально кажется большим, он реально кажется мускулистым таким, широкие арки. Но на самом деле, если посмотреть физические размеры, то он не намного больше Ford Focus'а. Он больше Ford Focus'а на какие-то считанные сантиметры, он чуть-чуть длиннее на пару сантиметров. То есть колесная база длиннее там вообще там на какой-то там, то ли на 3 сантиметра, то ли на что-то такое. И в этом суть машины, то есть она кажется, но она не есть такой большой. И в этом вся ее фишка, то есть она только просто пускает пыль в глаза. По салону. В общем, первое, с чем вы столкнетесь, когда будете искать такой автомобиль себе, да, во вторые руки, потому что, ну, как бы, новые они уже практически не продаются, все они будут бэушные. Это то, что их очень много таксичных. Реально очень много, вот особенно с мотором 1.6, самым простым, на механике. И что хорошо, что по салону у него, в принципе, пробег-то, ну, заметить можно, если люди не поменяют руль, КПП и педали. Вот руль, здесь у нас пробег 70 тысяч километров, и он уже начинает облизать, вот именно краска сама начинает слезать. Я, на самом деле, чуть ли не в первый раз в жизни вижу вот такую картину, когда цвет именно становится такой грязно-белый у руля. Ну, реально, вот я такого не могу. Может быть, это из-за того, что материал какой-то дешевый натянут, либо, ну, не знаю почему, но суть в этом, то есть он становится белым. На КПП облизает хром постоянно, сама ручка тоже начинает протираться. Вот этот хром облизает, ну, начинает облизать где-то с 50 тысяч примерно, и целиком облезет где-то к 100, к 150 и так далее. В целом, по салону, вот он такой, ну, как бы, вот качество сборки, чтобы понимать, вот он выглядит он классно, реально, да, то есть вот нет ощущения, что какие-то здесь какие-то бюджетные материалы и так далее, все выглядит дорого. Но, когда ты начинаешь все это трогать, то есть вот, вот эта вот штука, она вот так, ну, шатается. Торпеда вся, она, ну, при езде не гремит, но при нажатии при КомнатКонтакте она похрустывает, слегка просто потому, что она целиком пластмассовая. Здесь все твердо, здесь все твердо. Вот этот ящик от Газели меня прикалывает тоже. Как бы вроде как для более рационального использования пространства, но выглядит как у Газели. На рестайлинге его потом сюда переместят, и будет более как-то органично вписываться. Еще очень сильно радует меня вот эта вот обивка тряпкой. Ну, вот кто... Мне очень сильно напоминает это... Вы вот видели, как на рынках или в магазинах фрукты заворачивают в такую вот яблоке, особенно в такую полиэтиленовую штуку, сеточку? Вот мне очень сильно напоминает вот это дело. Со временем она, вот я не знаю, это уже будет зависеть чисто от владельца, как она будет пачкаться, как она будет салится там и так далее. Но на самом деле вот прям каких-то с вытертой или с порванной этой штукой я машину не видел. То есть она довольно хорошо держится, ничего с ней не происходит. И, в принципе, несмотря на то, что весь салон довольно жесткий, но греметь он не будет, если в него не будут лазать. То есть если с машины не будут снимать обивки, да, если машина не была в авариях, там, если все заводское, все родное, все пистоны на местах, то греметь ничего не должно. Вот. По поводу посадки за рулем, места мне хватает более чем. У меня рост метр восемьдесят шесть. И, ну, мне за рулем комфортно абсолютно. Единственное, что вот еще подлокотник, он маленький, и что мне очень непонятно, он без фиксации в положении, вот когда вот вы его выдвигаете. То есть вы его выдвинули, потом начинаете вот как-то переключать скорости, и его обратно туда задвигаете. Как бы, ну вот почему, почему не сделать по-человечески? Непонятно. И на самом деле вот, несмотря на то, что он штатный, он выглядит как будто не от этой машины, серьезно. То есть он как будто вот, ну, как на рынках, знаете, покупаются вот такие вот, там, в Логан и ставят там еще куда-то такой вот маленький, вот он, как будто нет этой машины. Вот заводим автомобиль, и вот еще такой момент, они пытались сделать какой-то такой налет спортивности тем, что когда ты заводишь автомобиль, у тебя стрелки индекси, ну, как бы, как-то, калибруются и уходят вот до упора и обратно. Но они так это медленно делают. Вот реально ты на них смотришь и думаешь, ну, зачем? Зачем вы это сделали? То есть вот в нормальных спортивных автомобилях они когда калибруются, они так быстро хоп-хоп, а здесь он прям такой, ну, зачем ты меня разбудил? Ну, давай, ну, ладно, поехали. Все как было. Такая тема. За рулем чувствуешь себя нормально на самом деле, то есть нету никакого дискомфорта по месту. Салон реально просторный, реально большая довольно-таки колесная база для одноклассников. К подвеске нет вопросов, вот именно по ощущению. Несмотря на то, что сзади балка, да, все равно машина комфортная, ямы отрабатывают нормально. Единственное, не знаю, как это будет ездить в регионах, если вы живете где-то, да, в регионе у вас плохие дороги, может быть, будет казаться слегка жестковатой. Но в Москве вопросов к ней нет. По подвеске еще есть проблема, которую активно на форумах обсуждают, что есть какой-то посторонний звук от амортизаторов. То есть всегда какой-то вот стучок постоянно есть. И с этим ничего не сделать. То есть они всегда стучат, кремят даже исправные. На самом деле, как бы с этим можно побороться, если поставить неоригинальный амортизатор. Там проблема в том, что есть перепускной клапан, который не очень хорошо работает, и из этого, в общем, появляется стоп. По коробкам, не сказал по коробкам. В общем, ставится либо механика, либо автомат. К механике вопросов нет практически никаких, кроме того, что у нее очень слабая кулиса, и кулиса часто разбивается на пробегах где-то 70-100. И здесь она потихонечку начинает, уже чувствуешь и вибрации, и лишние толчки на селекторе. И, кстати говоря, у них на первых машинах была еще жуткая конструкция с вертолетом, вообще как на лазах, грубо говоря. А потом они заменили тросовый привод, в общем, стало все более-менее цивильно. К автомату есть вопросы по надежности после 100 тысяч. То есть, когда машина проходит больше 100 тысяч, автомат может уже умереть практически в любой момент. Вся его проблема, на самом деле, в том, что он очень дорогой. То есть, у официалов новый заказывать это просто сумасшествие. Он стоит там от 350 тысяч рублей. Если покупать с разборки, если покупать буш, ну, то это будет 100-150 и так далее. Ну, это реально для машины это очень большие деньги. В остальном, по салону, что вот меня единственное, реально просто очень сильно вымораживает, это блок климатом. Не именно как-то здесь расположены кнопки, не именно как-то все. Тут все как бы логично. Тут температура, здесь потоки, здесь скорость обдува. Но индикацию, что включено, вот куда дует и какая, ну, как сказать, вот тут стоят диодики такие, которые, они, наверное, родом еще годов из 70-х. Они такие маленькие, зеленые, которые не светят вообще никак. И если на улице хоть как-нибудь светло, если на улице не 2 часа ночи, то вы просто не увидите, что у вас включено. Вот сейчас я просто, я не понимаю сейчас, включен кондиционер, не включен кондиционер, куда что дует, мне не видно. То есть, серьезно, вот ты, можно только тыкать и догадываться. Вот можно реально только вот трогать и думать, куда у тебя сейчас направлен воздух, потому что по индикации ты этого не увидишь. По двигателям. Здесь у нас 1.6, там 100 с копейками, по-моему, 109 лошадей. Ну вот его реально не хватает, то есть это базовый мотор. Всегда существует какой-то базовый мотор, который пихается в машину только для того, чтобы базовая цена была дешевле, как можно дешевле. И вот его сложно, вот без кондиционера еще хоть как-нибудь. А с кондиционером машина просто перестает ехать куда-либо. Притом, крутящий момент здесь начинается, ну максимальный крутящий момент, да, здесь начинается от 4 тысяч. И вот если вам нужно прям реально активно как-то ехать, то вы должны уметь держать обороты, вы должны уметь работать коробкой, потому что если вы просрете этот момент, машина все, вот с 2 тысяч машина просто не набирает. С 1.8 примерно та же самая история, да, только он уже все-таки пободрее, там уже все-таки машина едет до сотни-десять с чем-то. То есть не такой, чтобы прям быстро показать, но хотя бы нормально, комфортно. То есть вот с 1.6 эта машина едет около 13 секунд. Ну там по паспорту 12 с чем-то, но в реальной жизни, я думаю, это реально будет около 13 секунд. Вот. Еще один вопрос. Вот я когда первый раз сел за руль автомобиля, у меня так получилось, что я сейчас несколько дней на нем езжу просто сам. И первое время, когда ехал, я вот, я понимаю, что мне что-то не нравится, но что конкретно понять не могу. А потом понял. Вот смотрите, здесь механическая коробка передач, да, и вот по городу вы, как правило, ездите вот вся вот в таком положении. У вас рука на КПП, руль держите вот этой вот рукой. И вот эти кнопки, да, вот эти кнопки управления магнитолой, они должны быть под этим пальцем. Они, у меня вот палец свободный, то есть вот он, вот он тут должен быть. Мне с коробки руку снимать неудобно, да, мне удобнее ее снять просто вот здесь, и здесь покрутить громкость, и канал выбрать там и так далее, чем вот ее тащить сюда. Почему не сюда-то засунуть, реально? Тут пусто. Ну, тут будет, в богатых комплектациях здесь будет круиз. Ну, как бы круиз-то, он же, его же не нужно постоянно дергать, то есть его можно и сюда вынести, либо на ручку на отдельную. Ну что, давайте поговорим по технике немного. Как я уже говорил, что это платформа Delta, GM-овская, это чистейшая пилястра, в которой еще запихали вот этот вот двигатель 1.6 от Lachetti, она же Deo, Nubira, она же Nexia и так далее. Какие есть проблемы? Ну, в общем, да, два двигателя, 1.6, 1.8, других нет. Есть еще двухлитровый, но на нашем рынке он не встречается. 1.6 это старый проверенный движок, ему 800 лет уже, и как бы у нее все известные проблемы. Это клапанная крышка, что она постоянно течет, она постоянно вся в масле. Здесь, кстати, еще нет, как ни странно, потому что уже к этому пробегу она уже должна вроде как начать течь. Может быть, владелец менял, я не знаю, я вот не могу сказать, но здесь пока все чисто. И все, с этим двигателем все. 1.8 это тот замечательный Z18XER, который ставился на Opel Astra H, и я про него рассказывал подробно в предыдущем обзоре. Там у него много косяков, это и фазовращатели, это и клапанная крышка, это и постоянно плавающие обороты, это электронный дроссель и так далее, и это и впускной коллектор. И, кстати говоря, у обоих этих двигателей есть проблема по рециркуляции картерных газов, что засирается впуск очень сильно, и его нужно периодически чистить. От этого часто загорается чек, машина не едет там и так далее. Вот. В остальном, по большому счету, как бы больших вопросов к автомобилю нет. Единственный вопрос, который есть у меня, прям вот серьезный, это к передней подвеске. Сзади у нас балка, а спереди у нас Макферсон. Но фишка в том, что он алюминиевый. И зачем в такую машину пихать алюминиевую подвеску, я не понимаю. Ладно бы еще было бы просто алюминиевые рычаги. Нет, они еще и с гидроопорами. Гидроопоры это когда у вас необычный сайлентблок резиновый, а там внутри еще жидкость. Все это приводит к тому, что просто оригинальный рычаг стоит порядка 10-15 тысяч рублей. И в такой машине зачем? Ну, ради чего? Я понимаю алюминиевые рычаги в BMW, в немцах, в любых. Когда реально стоит вопрос по управляемости, когда реально стоит вопрос по весу подвески и подрессорных маслом и так далее. Но здесь зачем? Эта машина все равно никуда не едет. Она все равно никак нормально не управляется. И ставить просто дорогую подвеску в машину, у которой целевая аудитория люди, которым главное надежность и экономность. Зачем? Еще один вопрос. Вот это вопрос к конструкторам GM. Вот гениальные ребята абсолютно. У нас вот здесь вот есть такой вот узел, да. И здесь у нас мозги всей машины в принципе, плюс предохранители, плюс аккумулятор. То есть вся электрика автомобиля фактически находится вот тут. И чего здесь не хватает? Конечно, здесь не хватает заливать омывайку. Конечно, это надо сейчас все водой заливать постоянно, чтобы люди все это поливали. Чтобы все это, конечно же, вечно и постоянно работало. Вот. И следующий еще момент, что могу сказать, вот по тому, как я искал, как мы подбирали такие автомобили. Очень внимательно смотрите, именно вот весь монтаж, весь крепеж. Потому что здесь очень много всяких вот таких вот заглушек, которые, когда производится какой-то ремонт с машинами, когда снимают бампера, когда снимают капоты там и так далее. Это все теряется, это все ломается, и это все выглядит очень грустно. То есть смотрите, чтобы были все заглушки на местах. Чтобы вот здесь вот этот монтаж был на крыле, тоже закрывающий его, вот с обеих сторон. Чтобы была вот эта вот, как она называется-то, блин? Тряпка, короче, это была на капоте. Вот этих резинок часто не бывает тоже и так далее. То есть когда меняется капот, вся вот это все навесное, вся эта арматура в падлу ставить, как бы заказывать лишний раз никому не охота. Поэтому часто бывает без него. Больше, в принципе, ничего такого не скажу. Ну, единственное, что можно еще добавить, что здесь все очень просто. Здесь вот реально Nexia. Nexia, Lachetti там и все вот это вот джемовское. Все очень просто. Вовсюда можно засунуть руку и что-то самому поменять. Это клево. По кузову. На самом деле по кузову проблем немного. Самая популярная тема это то, что у дорестайлинговых автомобилей до, по-моему, 11-го года постоянно провисали бампера. Там была проблема с очень слабыми креплениями. Они потом якобы поставили нормальный. Но тем не менее, если бампер задевать снизу, как-то серьезно наезжать, то все равно эклипсы легко ломаются и бампера легко отваливаются. Здесь, кстати, вот все классно. Здесь прям зазор, прям как с завода. Несмотря на то, что машина уже поездила и бампер уже весь поцарапанный тоже. Но держится очень хорошо. И часто на стыках крыла и вот с задним крылом тоже начинает облизать краска. Ну, это как у Астр. Та же самая тема. Но вот здесь нету. Здесь показать не сможем, потому что тут машина реально в хорошем состоянии именно по кузову. Ну, не считая всех царапин. В общем, в итоге, что я могу сказать по этому автомобилю? Он реально большой. Да, он все-таки по сравнению с одноклассниками, он больше, чем другие. У него, в принципе, технических решений, прям каких-то жестко замороченных, да, либо там жестко ненадежных нет. У него есть свои проблемы по подвеске. У него есть свои проблемы как у любого автомобиля. И самое главное, изначально его цена, когда его покупали новым, лично для меня была несуразной. То есть покупать этот автомобиль за там 800 тысяч рублей, когда их сейчас вот продают, да, там 800-900, там некоторые за миллион продаются. Это полный бред. То, что сейчас они продаются на вторичке, там, начиная от где-то 450 тысяч рублей за живой экземпляр, это уже вполне адекватная цена, да, 450-550 за этот автомобиль, это нормально. В принципе, если избежать всех попаданий там с коммерцией, с какой-то, с таксистами там и так далее, то он поездит. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео.